В этом феврале опасности подстерегают тверичан на каждом шагу. Причем в буквальном смысле слова за две недели в городе украли десятки канализационных люков. В такую ловушку попадают и взрослые, но чаще дети. Иногда заканчивается летальным исходом. А все из-за того, что кто-то на этом делает бизнес. Ворует и продает крышки, не задумываясь о последствиях. В Твери с начала года пропали уже 35 люков. Точнее, крышки от них. Те самые тяжеленные чугунные блины, каждый из которых висит как мешок с цементом, порядка 50 килограмм. Если где-нибудь на окраине в промзоне в дыру вряд ли кто-то провалится, то в людных местах как нечего делать, особенно вечером. Главная причина пропаж – тотальное воровство. Как, например, на улице Оснобрюкской в микрорайоне Мамулина. Там на участке 10 на 10 метров были сворованы все пять крышек люков за ночь. Однако Тверская генерация сработала оперативно, и уже сейчас в замену краденых установлены новые, но уже пластмассовые крышки. Ежедневно проходят все тепловые камеры, тепловые сети, проверяется наличие люков. В случае, если обнаружено отсутствие люков, Тверская генерация незамедлительно вызывает полицию, огораживает территорию и закрывает колодец. Если вы обнаружили открытый колодец на теплосети, незамедлительно сообщите об этом на горячую линию кампании по телефону 78-00-00 или в объединенную диспетчерскую службу города Твери по номеру 34-8707. Кроме того, в Тверской генерации ждут и более ответственных граждан, которым удалось заснять на камеру или мобильный телефон момент кражи или лица подозреваемых. В случае обнаружения злоумышленников по закону наказание будет незначительное. Но страшно другое. Кажется, таких людей совсем не интересует, что в один из открытых колодцев может упасть, например, ребенок. И смогут ли они, глядя в глаза родственникам погибших в коммунальных ловушках, сказать что-то вроде «это просто бизнес, ничего личного».